Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты один из идейных творца и автора этой эмиссии. Это наша маленькая экипа, которая пытается из Сенке возникнуть, или их приказать людям на другую очередь, или что люди слышат нечто больше о ньима, и наши слушатели слышат нечто больше о тебе и твоей карьере, о твоем животном путе. Видишь, Митя, и сам знаешь как мы начали это, и как мы говорили о том, как в целом жизни мы играем с разнообразными звездами, звездыцами, но в принципе ничего не знает о нам, что мы просто те, кто в Сенке, в Сенке из всех, а от них делаем звезды. И на краю, как говорится, кто едет сиром и едем суротку, не знаю, пить суротку. Но и суротка есть хорошая. Не плохая. Давайте начнем от начала, от твоего раного детства, ты родился в близости, в Младеновце. Да, я родился в Младеновце, потому что у меня была больница, и я из Села Влашка, по рекламу, Села Влашка под Младеновце. Влашка, поле Влашка. Да, да. Игром Случае, я добрый год получил работу в Београде, так что мы поселили в Београде. Я родился на асфальте, но это село, и твой Младеновце, и та околина, Косма, и это никогда не так, да ли это нешто чудно, да ли это родение, да ли это так, и спало, но все больше и больше, и целое животное, и все большее, и все это делается, и все это делается, я знаю как это, у маленьких местах, это другая, но Београде, это великое джунгло, какое-то самое большое село в Европе, может и есть. Да. Сейчас наметит вопрос, твоя добрый год, я река, умеетник на народных дулачковых инструментах, а ты си велики умеетник на флауте, конечно, ты играешь и все остальное полет флауте, но флаута и твой основной инструмент. Да. Почему это? И как ты это делаешь? Я начал играть фрулу, игром случая, не только игром случая, но и так было. Добрый год, мой взрослый приглашен в тогдашнем доме, пионера, который сейчас называется Дечи, культурный центр здесь. Да. Это по-ред телевизии. Да. В телевизии. Него су позволили он обучать детей на народных, традиционных инструментах, дулачковых инструментах, фрула, двойница, карина, дуду. И тогда, смотря на них, как они это, как мой отец работает и как это с ним, я тогда был, может, 7-8 годов, и сказал, «А что, мне бы я свирал, когда мне тут отец поред меня». Так что я, но мне было интересно что я идем там с детом, вместе, где он имел один из четыридесетов, где они учились. Так что я начал с фрула. И когда я пришло время заиста нечто может да определим за некий инструмент, тогда это был наиближи инструмент по самому звуку, не может, по облику, но по самому звуку это было флаута. Бар и мне так звучало. Но и дан данас. Я сам сам целого живота сферируючи эту флауту трудился, в ствари, да эту флауту приближим тому некому звуку фрула. Конечно, то си примечуя. Богин, ниже… Скажи нам, как стремится дому! directive, средневековая... Да, ниже средне, ниже школа, првою Josip Словенский, а потом средне школа Станкович, профессор Тахир Кулинович, а потом академия, профессор Миле Азаньяц, который им дает интересный образ, и самым игроком, а Тахир был тот, кто им дает лепоту, и самому звуку флаута. Упоредо си стасаванем, значит, был членом культурно-медичных друщтава, предпоставлям. Есть. Вело рано си кремово. Почел сам да свирам у культурно-медичного друщства Ивало Ларибарту, ме позвал прво Бранимир Джокић, садашни шеф народного ансамбла. Требело ме флаута, познавијући моје добриљуја, от, што би река, од ономад, тамо из 50-их неких година, рекоја онај твој чупови да дође, и тад сам би оваљ да чућам, онај чупови твој да дође да свира оркестру. Међтим, он је врло брзо напустио Лолу, односно напустио је раду у Лоли, тако да ме Звонко Хорват, кој је био тадашни солиста на виолини, и у Народном оркестру, код Лјубише Павковића, позовијме да дођем у Лобрашевич и постави ме за асистента. Я сум послао асистента са неких, можда, непоних 17 година. Круз годину дана он напусти оркестар, и я постанем најмалјј шеф оркестра у то време, и то од 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 од, што би река, и највечег культунијчког друштва, не у Белграду, негу и у земји. Ти си свирајо и оркестру Бранка Белобрка, а за тј оркестар, за твой долазак у този оркестар, опет имаја... Опет е то Добривој бео застуща. Опет Добривој, доцам не изглази овој прича. Бранка го пита, јели ја ти беше им да твој син беше свира флаута? Кају добривој, јесте свира флаута. А негу да ја је мало, ето, ту, мало, узна смада учи и тако, и може да је је да ја. Тако да сам ја практично, ото што свирајући фолклорну музику, ја сам већ имао неко предзнање за ту неку традиционалну, може не традиционалну, али ту неку естрадну, традиционалну песму, која је Бранко Неговој, настављујући традицију од покојног Царевца. Царевца, да. И врло брзо сам улетео у тај оркестар и врло онако се уклопио. Иако сам био млад, али сам био много више дрча него што сам сад. Валје, то ме некако у години може да тако и мало смирило. Тако да сам постојо члана Народног оркестра Бранко Белоброк. Порад Бранко... Што је било иако престижно у то време. Јесто, то је било, значи, било и Народни оркестар. Народни оркестар. Бранко Белоброк је било, вају је да је то као оркестра Радио Белограда. Који исту многомилу снимао эмисије за телевизију, ту је било уредник Ошко Пантић, па је било, не знам, као златно конја, пао срца срцу, па не знам, ги је не могли да се сети и поко број тих неких серија које су све било. И ти далје настављаш школување, сад је, малопре си споменао Музићку академију, стиже до Музићка академије, професора Занјац, и има за твој упис на Музићка академија неинтересантна анегдота. Шта је професор рекао као си дошлао когањеје? Да, исто, познавајући, инструмента, па речју то, он је рекоо, католичког инструмента, на една пајање да је постанује православни, ти, сине, каже, ништо је урадио ниси. И био је право, ти си то успео. Я се ствано покушавао да, и далј, и дан данас, покушавам да тај инструмент прилагодим, и да, уствари, да га вратим оном природном својм звуку. Тајање да је православни, и да, уствари, да, уствари, да, уствари. Тајање да је православни, Утоку академија си сараѣјуوا са многим оргистерима, тада познатији, већ починејеше и на неке турнеје да одлазијаш? Тајаће, Z Raumpekoј вeќ, не знам, па, шкула, паљ... Свeta Шешić. Свето ШешThatје саоснијом концерт и гомила концерта, и по Србији, и по целојју, тадашђју јегославнија. А тајо све до 1982 ге. да, тако па, не, 82, 84 да, 82 да, преозглашм ов... Ищем о твом доласку в ансамблю, овый фрула онсамблю фрула, Драгослав Джаджевич доктор Драгослав Джаджевич доктор этнологии позовем да преозглашм оркестар негового практичного, приватного ансамблю кой онсамблю, который путал по целому свету и обишал заистый целый свет и дан данас путал Один ансамбак, который путал четыре раза в Америку, и в то время это было заинтересованным спектаклем. А сейчас они в Кине, или так? Да, сейчас они в Кине. И я должен был идти, но я остался на краю, потому что это. Спасибо за это. И сегодня я работаю с Джалетом. Я сказал Джалетом, я думаю, что ты должен дать мне пенсию после 35 лет работы в Фруле. И что случилось в 1982 году? В 1984 году мы получили... Мы были на турне. Мы называли это Дизнеллен, но это не Дизнеллен, это Дизнеллен. Это Дизнеллен, то есть свет Дизнея. На Флориде, Орландо. Мы на сцене в Америке павильона. Эпкот центр. Это один круг, где павильоны света были. Америке павильон. На той же сцене наступил другий ансамбл. Интернациональный американский ансамбл. Где, в основном, и игроки, и музыкари были из целого такого света. И представили определенные краевы света или определенные земли. На той сцене наступали ми. Пре-подне, они после-подне. Я познакомился Хармоникаша, который был Словенец. Он был Италиан, но он был Словенец. И Марио, который говорил Србский. Он любил Кола. Он любил Павковича. И я был такой идол. Не идол, но... Он был в школе. Да, да. Он был открыт. Он был открыт. И он был приглашен. Он был приглашен с ними. На следующем месяце. Пре-поднесал нашим, а после-поднесал няма. Нихов директор этого интертеймента, то есть, из всех этих событий, которые происходят там, с интересными событиями, я приглашал меня. И я получил приглашение за годину и пять дней за годину и пять дней я работал в Дизноланду как представитель, тогда, в Балканских странах. Значит, ты практически остался в Америке, да разъяснимо видимо. Да, я вернулся на шесть дней и еще мой добрый год я получил письмо из Америкской амбасады, и он сказал, я, красавица, что ты делал? Вот, письмо из Америкской амбасады. Это были каждый день концерты? Да, каждый день. Мы имели четыре... то не были правы концерты, то есть, в существенном, кратки наступы по двадцать минутам, 15, 20, 25 минутам. И ты имел ту solo деонику, или так? Да, да, да. Что же ты делал? Достаточно различных номеров или... Да, достаточно различных номеров, но... Ты, конкретно, что ты делал? Да, я делал меня, я делал меня, и я им делал шеву на флаут, и это было для них аттракция, а потом я делал и Бориног скакавца, на фрули. И это было для них богатство. И не хочешь мне сказать, Бабли, что ты делал это все время? Да, я успел их уважать, что они это делали и это опрати. Да. Между тем, два-пу дневно скакавца, два-пу дневно шева, значит, сейчас, когда мне никто вспоминает, мне косо на голове дигнет. Оно, что мне осталось? И так, година и пол дана. Зачем, если вы увидите, где-то, 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 с шевом, или скакавцем, это, где-то, где-то, где-то. Да, что я рекомендую, или как-то. в Немисленнине. ... … Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 пред 2 миллиона людей. Молите, объясни нашим гледачам как это выглядит. Да, мы играли в Хилтоне и играли разные те номера и разные музыки. Значи и джаза, и блуза. Значи, мы играли тут, а потом, например, мы играли на американский блуз, а я убираю на нашу этно-тему, и не знаю так. Главное, гости у Хилтона в Хилтоне были Miami Sound Machine, это один очень известный американский бэнд в то время с нихом солискинном Глорио Местефаном. Они су дошли, то су, углавном, Порториканци, например, или, не знаю, колумбийанци, углавном, они тази састав. Они су били одушевлены со моим начином цвирки. И как мы отцвирам, они аплазы, и сад. Опять, мы аплазы, и сад, много им сад опада. Главное, да скратим прочитать, Глорио ме позвала, и она, и представник их бэнда, Я не знаю, сколько народов, я не знаю, откуда этот народ пришел, но в новинках, после прочитания, было 2 миллиона людей. Да, это были подачи, которые ты не измислил. Я не знаю, может быть, 500 тысяч людей, но в новинках было 2 миллиона. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это так продолжается, богатая и большая американская турния, которая продолжается до 1997 года. 1995. «1995». «7. септембри»? «7. септембри». Я считаю, что делать с этим парам? Я считаю, что делать с этим парам? Первая агенция была в Адрии. Это была Словенская агенция, но в 1995 году мы уже были в разговоре с Словенцами. Когда я работал в Адрии из Белграда, Джимми, я говорю, что Диана пришла, чтобы купить карту и идти за Белгару. «Когда хочешь идти за Белграду?» Я говорю, что в вечер или в сутро, когда имаш карта. Что случилось? Я говорю, что я не буду думать. Так что я купил карту, платил автомобиль, подошел в Париже на Шар-де-Голе, подошел с табом, с Тудоровик, дал мне ключи от автора, за Белград, прошел границу, полюбил землю, и пришел за Белград, и пришел с 7. уеха. «Пожел килограмм бурека?» «Свратим у пекару, потому что я не знал, где я стою, свратим у пекару, да питам, между тем, он бурек не видел 11 лет, но я купил пола килограмма с сыром, пола килограмма с мясом и 250 грамма с ябуками, да заслабим». «А в доме ждут, конечно, родители…» «Когда бы я ушел в дом, стою и прасе». «Ста би било друго не до прасе?» «Э, то сије ми испекли прасе, сад». «По добро, мамо, сад ће види ми прасе». «Да, врло интересантен, когда нам податак, звоню телефон, и я каже нам, дай я да се явим, и я се являм». «Хало?» «Доброго вечера». «Овде је шеф Народного оркестра радио и телевизије Белград, любише Павковте». «Здраво, любише». «Джиме». «Э, каже, тебе тража». «Сама да ти питам, или имаш флауту, или я да ти набавим?» «Имам флауту». «Кажи, доброго је твоје, спреми ракецу, твоје мајци станки и цаји, да скува кафицу, и я долазим уютру у пола десет по тебе». «Идемо на посел». «Идемо на посел». «Невероятно». «Значи, я сам стигао 7. септембра, негде око 7-8 увече, 8. септембра, сам почео да радима у Народном оркестру». «Да». «И, наравно, до дана, данаштих, си у Народном оркестру радива, троѓнио Србије, до пензије, свакакако. «Да». «Ту сада, многи традни снимци, теје мисије, појављивања, шта у том периоду, у Народном оркестру, да кажемо, колико је тога и за тебе? Зачи, досто година, досто снимака. «Да». «Стварно, то је една, овако, што би је овако, велика гомила снимака, за разноразниме, овај, и уметницима, а и аматеријима, који су се појављивали и долази листо, и у Радио Београд, и у Телевизију Београд». «То је една лепо, одако, ја кажемо, да је Народни оркестру, можда, једини преживели динасаврус, овај, који покушава да, да саћува нешто што је традиција, и нешто што је… Музика је као и писма. Значи, ако се, односно, језик. Ако заборавите свој језик, ви сте изгубили свој идентитет. Ако заборавите своју музику, ви сте изгубили свој идентитет. И, тај оркестар мене пуно значи. И на мојем развоју, и на крају краја га то преносим, и на млађе, и поново сам се вратил, и поново водим разноразно кутунићко друштво, и спремам, и стално радим со футлорима, ансамлу Коо, Абрашевич, Крсманович, Лола, Лепосавић, не знам, ни ја већ, А ти си се бавио, и још увек се бавиш и аранжиранјем, помало и компонованјем. Да. За неке комерцијалне ствари си направио? Я сам радио, правио сам разне излете, и у джаз музици, и у поп музици, и војна. Радио сам са Светланом Цецом Рожнатович, у нјеном бенду, тадашњј бенде, је то се звавало «План Б». 2006. смо свирали концерт на Ушћу, испред неких 130 хилјада људи. Да, да. Радио сам за нју, комплето сам расписал аранжмане за гудаћа Светог Джорджа, радио на песми, могу да кажем да је 80% од те песме моје, а сам радио музику и аранжман, то је, рецимо, лепи граме мој, такође исте Пиле. Тако да сам радио и нешто што није било везено директно са… Да. Морамо да споменемо и студийски рад, рад у студију, ми се налазимо сада у простору у које има, не знам колико квадрата… А има негде 200 и нешто. 200 и нешто квадрата. А… Три тонски режија и остаја. Ако се ја сећам, 2003 година, ако се добро сећам, био је 21 метар квадратни. Меѓу тим, то су били престорија разноразне, те неке шупе овамо о намо, а то народ није користија, я сам то откупљиво. Како ми најде која парица са страни, я тако нешто откупим, па проширим, па онда овако, онако. Я сам практично у овај студио, све што је ушло од неког новца, я сам вратил назад ове зидове, гајтане и остале, справа које се нам треба. Та заиста прелепо изглево. sindла неког новца, как што је се нам страшна кеја, что одни гајту и што је ж moreне под将т. Та заиста така је што је што је… пр vontade ную, чтоб не је Τа. кој playthrough и је је нејцко… expedящ вал со р披вад во лујцко… То је ме ооје, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Мы делаем это в наших рубриках, которые здесь присутствуют, а и сенка, которые действительно заслуживают. Я не знаю, если ты, когда ты имел правительство, когда ты рассказываешь перед камерой? Нет, нет. Я рассказывал, когда я проводил эмиссию, но это были эмиссии, вести, прогноз, времена и так далее. Но этого типа, нет. Спасибо еще раз, что ты отдыхал время, когда мы делали мою эмиссию, и что ты решал, что ты решал, что будешь гост в нашей эмиссии. Желаю тебе и желаю нам много успеха в работе. Надеемся, что мы победим. Да, я надеюсь. Спасибо тебе, Эмиссия. Спасибо. Дорогие зрители, это был Миролюб Джимми Тодорович, один из авторов эмиссии «Люди и Сенке», «Домащий нового студия». Человек, который вы могли много раз слышать, как он играет, но вы не могли бы слушать как он рассказывает. Он действительно был правительный рассказ для вас. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы пользовались. До смотрения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok